По экономике и по различным этим, это очень, скажем так, заденет любого человека, проживающего в Каму. Элементарно, у меня сын, который заканчивает 11 класс. Какой диплом он будет получать? Российский? Честно говоря, я не хочу, потому что ни одно государство теперь уже не будет принимать такие дипломы. Я ничего не могу сделать. Я не хочу просто быть в России. Просто не хочу. И не хочу, чтобы и моим детям это было. Если я его отправлю учиться куда-то в другое даже государство, кто поверит теперь тому, что он действительно учился в лучшем учебном заведении Крыма? Это лицея для одаренных детей, в котором изучалось пять языков. В том числе и русский, который, как говорят, не давали проходу этому языку. Пять языков он изучал. И это проблема. Финансовая проблема банковская. Сегодня уже не работают приватбанки. Сейчас, в настоящее время, эти деньги, получается, есть вероятность того, что просто они потеряются. Это вот финансовая. Это то, что касается энергетических и прочих ресурсов воды. Ну, я понимаю, что в Крыму есть, конечно, водохранилища, которые позволят, скажем так, не умереть от жажды. Но, если заглядывать о сельскохозяйственной стороне, то вода на сельхоз нужды, это днепровская вода, которая целой сетью каналов поставлялась в Крым. И, скажем так, предположив, что если вдруг ее не будет, то сельское хозяйство в Крыму уйдет. И это будет просто опять степени освоенные, которые просто умереть может. Надеяться на погоду не всегда можно. Энергетика, ну, с энергетикой, конечно, как заявляют, скажем так, новоявленные власти Крыма, незаконные, я опять же подчеркиваю, я никогда не буду считать их законными, что вот завезли там сколько-то генераторов, сколько еще чего-то, что, мол, обеспечение, энергообеспечение Крыма как бы будет, ну, более-менее обеспечено. Да, действительно, может быть насосы, которые будут работать и гнать воду. То есть вода и свет как бы можно условно предположить, может быть. Но есть много, говорю же, помимо вот этих основных факторов энергоресурсов, да, например, тот же самый газ, если действительно месторождение, которое расположено вокруг Крыма, поставить сюда еще несколько различных, я говорю, установок, можно было вообще Украину обеспечить независимо от газа российского. Ну, это на все нужно время, деньги и понимание, скажем так, того, а не так, что две единственные вышки, которые были, куплены Украиной, сейчас национализируются Крымом. Мне такой газ, честно говоря... Есть определенно, существует даже в Киеве в разговорах определенная дилемма, что, с одной стороны, да, есть экономические такие рычаги влияния на Крым, вода, энергетика, но, с другой стороны, не хочется как-то наносить ущерб людям, которые здесь живут, крымским татарам, там, перекрыть глаз и воду. И непонятно, вот каково ваше мнение, что делать, потому что там ничего не делая, просто продолжает, украинское государство поддерживает... Я могу отразить только свою точку зрения, то есть свое видение и предположение. Если наши родители, скажем так, я говорю конкретно о своих родителях, потому что в Крыму были, скажем так, депортированы, то есть они пережили это на своих... И они попадали, когда их переселяли уже, там, в Узбекистане, они жили в условиях, где тоже не было ни газа, ни воды. Если у моего папы в семье, вот, братьев и сестер было семь человек, то пять человек погибло от различных... Когда они пили воду из-за рыков, дезинтерия и прочие разные... То есть, вы представляете, что не было такой семьи, у которой бы не потеряли своих родных и близких. Бабушку мою по материнской линии я вообще не видел, потому что она погибла здесь, в Крыму. Дедушка, который был учителем, гуманитарным, скажем, человеком умным, в районе Балаклавы, мама родом оттуда, он тоже погиб. То есть, не было такой семьи. И, следовательно, как мы можем на данный момент рассуждать о том, что мы не сможем стерпеть, если наши родители стерпели эти лишения... То, например, я бы понял бы украинское правительство, которое пусть отлегчило бы все вот эти гардересурсы и все. Что могут украинцы сделать? Жители Украины, есть украинское правительство и жители. Что бы вы им сказали? Я не знаю сейчас, что сказать. Во-первых, ну, не бросать. Любыми методами, я не знаю, бороться. То есть, политические заявления, все это, это крупицы, которые накапливаются, скажем так, против Российской Федерации. Те же экономические санкции. Надо включить. Да, хотя мы будем сейчас считаться к российской территории, и тот же самый экономический уровень, который был в России, будет все равно отражаться от нас. Ну, блин, потерпим. Я же говорю, если наши родители депортацию пережили, то я думаю, в 21 веке мы сможем тоже выстоять.